всем привет итак сегодня решил записать небольшой видео обзор по российскому рынку пройдемся по индексу по доллар рублю и парочку акций разберем значит по индексу московской бирже значит пришли мы по одному из планов которые я выкладыв значит мы пришли к тесту спринга в зону покупок и мы видим значит у нас вчера на дневном графике у нас бар на увеличенном объеме в зоне покупок и хвост покупателя большой значит соответственно если мы перейдем часа их мы видим что у нас была попытка продать вот он бар продавца большой и далее цена вернулась в этот бар и продавец не смог восстановиться вот первая попытка его восстановиться вот 2 совсем уже слабенькая соответственно я дальше ожидаю движение какое-то вот такое следующую зону продаж которая будет у нас ключевой потому что она находится на сильном уровне здесь также увеличенный объем продавца и сильный уровень которого цена здесь отбивалась два раза посмотрим какой здесь будет действовать продавец если будет реакция слабенькая то дальше мы вот сюда куда-то двинем в район 225 тысяч так это у нас примерно движение ну три с половиной процентов текущей реалии для индекса мозг биржи это принципе ерунда дело одного-двух дней так дальше доллар рубль все-таки дождались вчера реакции покупателя и зоны сделали здесь небольшую манипуляцию вот этого минимума смотрим фьючерс мечты увидели объем покупателя на большом объем покупателя и зона значит и мы пришли в зону продаж вот в эту вот она вот эта зона продаж и пока мы видим слабую реакцию то есть если сравнить продавца и покупателя вот объем покупателя и вот объем продавца то есть если мы сравним мы видим что при пак практически таком же объеме продавца он прошел гораздо меньше расстояние то есть сильно меньше толкнул цену вниз соответственно я жду продолжение движения пока вот так будет если слабо реакции поедем дальше следующей зоне продаж так следующая зона продаж как раз у нас будет тоже на важном уровне это у нас такой старенький был пробой от двадцатого года минимум здесь уже один раз цена отбивалась от него будем смотреть реакцию как будет дальше действует продавец но на дневном графике объем достаточно большой хотя есть и хвост продаж и это вносит небольшой негатив в то что может быть рост и где-то здесь и закончится но в любом случае пока будем ожидать движение сюда здесь уже посмотрим из это большой зоны продаж как будет действовать продавец так я бы хотел обратить внимание на металлургов что-то три штучки выбрал последние мои ожидания по от северсталь последние мои ожидания были что здесь слабые покупки и продавец опять из своей зоны начал действовать и цена поехала вниз но вот на что я хочу обратить внимание на вчерашнее движение у нас есть обновление минимума на увеличенном объеме с хвостом покупок причем пробой очень слабый то есть цена не смогла закрепиться ниже вот этого минимума соответственно я ожидаю что это конец движения возможно локальный конец еще какой то будет прыжок вниз но пока я бы ожидал рост опять же до этой зоны продаж опять слабости если то наверх если же мы увидим сильную реакцию то должен быть хороший пробой опять или опять будет такой же маленький пробой и уже дальше наверх то есть любом случае я жду сейчас рост по металлургом вот в эту зону ну примерно процентов 10 на мне даже больше 20 20 25 процентов так такая ситуация по норникелю я ожидал что мы здесь сделаем какую-то волну б и будет еще откат вниз волну c но что-то как-то сильно его продавили я даже не пытался заходить вот хотя вот здесь был не хорош неплохая точка входа вот на этом баре дневном соответственно здесь наверное я думаю стоит ожидать обновление минимума вот этого скорее всего потому что ну потому что мы зоне покупок ну скорее всего я думаю да здесь будет обновляться вот этот минимум будет делаться манипуляция может быть даже вот этот минимум сманипулируют и отсюда уже пойдет цена наверх так по русалу вчера значит было хорошее движение такое наверх на увеличенном объеме если мы сравним как здесь тяжело шло продавец то есть такое расстояние он прошел два три четыре пять дней проходил и вчера одним баром покупок все это расстояние в цене то есть проехали вверх соответственно это реакции зоны на тесте спринга и будем ожидать пока движение вот к этому пробоя в зону продаж слабость если то уже вот к этому глобальной цель если мы не будем обновлять этот минимум то цель у нас предположительно продолжение волны b то есть волна b формате двойного зигзага а б с куда-то в этот район в район 65-70 возможно это будет новая волна роста но также не исключаю вариант что продолжится снижение волну c вниз так ну в принципе все что хотел сказать спасибо за внимание